Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия» в студии Алина Котрихова. Смотрите сегодня. Долетался. Четыре человека получили травмы после пьяного ДТП под Вятскими Полянами. Подошла женщина на улице Некрасова, потрогала меня и говорит, ну у вас порча. Сняла с бабушки порчу вместе с деньгами и ценностями. Когда, в какой момент сделали подмену? Ну, как они принесли, у меня было просто... Ну, так получилось. Так что у меня деньги, а у них салфетики. То есть бабушка этого не видела, подмены получается? В Кирове прекратили уголовное дело в отношении 59-летней Натальи Яковенко. Женщину обвиняли в мошенничестве. Да задержали пьяного, чё? На этой? Ну. Ударил сотрудника ДПС и попросил попить. Я... Миралку отдам. Миралку отдам. Попозже. Попозже. Ленинский районный суд вынес приговор пьяному водителю Ниссана. Четыре человека получили травмы в результате пьяного ДТП под Вятскими Полянами. Там вылетел с трассы водитель десятки. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 19 июня в 3.45 ночи в Вятскополянском районе. По предварительным данным, 21-летний пьяный водитель десятки не справился с управлением. Машина выехала в кювет и перевернулась. От удара травмы и различной степени тяжести получили 4 человека, сам водитель, а также 3 его пассажира – 22, 23 и 25 лет. За пьяное ДТП виновнику аварии грозит, как минимум, административная ответственность. В Амутнинском районе на трассе Кострома-Шарьякиров-Пермь перевернулась еще одна десятка. По предварительным данным, 29-летний водитель отечественного седана вылетел в кювет. От удара вероятный виновник ДТП получил тяжелые травмы, его госпитализировали. За час в области произошли два ДТП с участием диких животных. Первая – в четверг вечером в Мурашинском районе. По предварительным данным, на 500-м километре трассы Вятка водитель Хонды Аккорд сбил лося. От удара тяжелые травмы получила 23-летняя пассажирка авто, ее госпитализировали. В пятницу в 0 часов 30 минут в Шабалинском районе сбили еще одного Сахатова. По предварительным данным, 40-летний водитель Ниссана Тиана наехал на животное, которое выбежало на дорогу. На этот раз пострадал водитель авто, медики оказали ему помощь. В Кирове на улице Молодой гвардии произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, неустановленный водитель сбил 18-летнюю девушку. После наезда он скрылся, пострадавшая получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирове прекратили уголовное дело в отношении 59-летней Натальи Яковенко, которая сняла порчу с пенсионерки вместе с деньгами и золотыми украшениями. Преступление произошло на улице Некрасова. Женщина цыганской внешности подошла к потерпевшей и заявила, что на ней порча. Тут же вызвалось все исправить. Для этого попросила вынести из дома все деньги и ценности, чтобы прочитать над ними молитву. Подошла женщина на улице Некрасова, потрогала меня и говорит, у вас порча. Я говорю, я ведь это не больно верю. А что им имя такого болтать так. 80-летнюю пенсионерку всерьез насторожили слова незнакомки. Женщина цыганской внешности подошла к ней, когда та выходила из подъезда. Снять порчу с бабушки предложила прямо на месте. Для этого попросила вынести из дома все деньги и ценности. Она мне сказала, что идите домой и собирайте, сколько у вас там денег есть и украшения. Надо читать молитвы. Вы будете 9 дней спать на этих деньгах и на украшениях. Пенсионерка согласилась на проведение обряда, завернув в полотенце свои сбережения, 65 тысяч рублей и золотые украшения, вынесла их из квартиры. В этот момент колдунья ждала ее у дома. Цыганка попросила бабушку отдать сверток, отвернуться и не оглядываться. Сказала, что будет читать молитвы над деньгами. Когда обряд был закончен, злоумышленница вернула пенсионерке пакет. Но в нем вместо денег лежало кое-что другое. У меня был пакет черный и в пакете салфетки. А бабушка думала, что деньги-то находятся где? В ее пакете. В пакете. А вы в какой момент сделали подмену? Ну, как они принесли, у меня было просто... Ну, так получилось. Так что у меня деньги, а у них салфетки. То есть бабушка этого не видела, подмены получается? Уже дома пожилая женщина проверила содержимое пакета. В нем вместо денег и украшений лежали салфетки. Общий ущерб составил 85 тысяч рублей. Бабушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело и назначили розыск злоумышленницы. Изъяли записи камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемой и ее автомобиль. Работая с коллегами из других регионов, кировские полицейские разыскали мошенницу. Сотрудники кировской полиции выехали в Белгородскую область, где и задержали 59-летнюю женщину. Оказалось, что ранее она уже была судима за совершение подобных преступлений. Хотелось бы, чтобы бабушка порастила меня, потому что... Ну, действительно неудобно. Так случилось, ну, прости, откатались. Задержанной оказалась жительница Тамбовской области. Ее доставили в Киров и взяли под арест. Было возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Дело рассматривал Ленинский районный суд. Цыганке Наталье Яковенко грозила до пяти лет тюрьмы. Но в суде, по согласию сторон, дело прекратили. Сама Яковенко вину признала и возместила ущерб. В итоге цыганку наказали лишь судебным штрафом в 15 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. Алина Котрихова. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Зуевском районе расследуют уголовное дело об убийстве. 60-летнего местного жителя подозревают в том, что он насмерть забил ломом своего приятеля. Подробности этого происшествия, а также других, наиболее важных за неделю, в нашей рубрике «Сводка». Жители Зуевского района подозревают в убийстве. 15 июня мужчина выпивал на веранде дома вместе со своим приятелем. В ходе застолья собутыльники поссорились, и 60-летний пенсионер схватил лом и несколько раз ударил потерпевшего по голове. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пенсионера задержали. На допросе он признал вину. Расследование уголовного дела продолжается. Водитель посевного загрузчика погиб под колесами трактора. Трагедия произошла в Зуевском районе в вечернее время на поле во время посевных работ. Оператор трактора Нью-Холланд совершил наезд на водителя посевного загрузчика. В итоге от полученных травм мужчина скончался на месте. Как выяснилось, эти работы проводились по указанию руководства племзавода «Соколовка». По версии следствия, должностное лицо предприятия обязано было проконтролировать ход посевной и соблюдение техники безопасности водителями. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Выясняются обстоятельства происшествия. В Яранске вынесли приговор 25-летнему жителю Тужинского района Максиму Гребневу. Его признали виновным в совершении ДТП, жертвами которого стали три человека. Авария произошла 5 декабря на трассе в Тужинском районе. Гребнев за рулем 12-й не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ладой. В результате ДТП три пассажира обоих автомобилей погибли. Водителю пассажиры Лады причинен тяжкий вред здоровью. Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Тужинского района, признал осужденного виновным, назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с ограничением права управления транспортными средствами на два с половиной года. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии-поселении. Также по решению суда Максим должен будет выплатить моральную компенсацию матери одного из погибших – 400 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Вон там уже соседняя баня горит, который дом сгорает. 12 июня в городе Сосновке Вятскополянского района загорелись деревянные хозпостройки. В двух метрах расположен дачный дом, огонь перекинулся на него. В итоге хозпостройки сгорели, у дома обгорела крыша и стены. Все, уже диван, что, он уже изнутри динтовали. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на расположенный в трех метрах частный жилой дом с гаражом. В результате у него сгорели крыша, потолочное перекрытие, имущество в гараже. Причина пожара устанавливается. Первомайский районный суд продлил меру пресечения для Владимира Быкова. Бывший глава Кирова, экс-председатель ОЗС, останется под домашним арестом до конца июля. Напомним, он подозревается сразу в нескольких коррупционных преступлениях. По версии следствия, Быков получил взятку в особо крупном размере 7 миллионов 800 тысяч рублей. Как полагает следствие, это был так называемый откат с закупки печного топлива для кировских автобусов. Однако в деле с тех пор появились и еще возможны новые эпизоды. Быков находится под домашним арестом уже семь месяцев. Алина Котрихова, место происшествия. Ленинский районный суд вынес приговор пьяному водителю Ниссана. В апреле этого года сотрудники ДПС задержали его на улице Современной и надели наручники. Но тот ногой ударил полицейского. Чем все закончилось в следующем сюжете. Этот красный Ниссан остановили на выезде с улицы Современной. Водитель Александр Иванов был крайне недоволен задержанием. Вот кадры с камеры патрульной машины. Мужчина сначала о чем-то спорит с полицейским, потом пинает его ногой. Данные действия были квалифицированы по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дебоширу надели наручники и вскоре он успокоился. А на место задержания подошел его приятель. Да задержали пьяного, че? На этой? Ну. Мужчина хотел помочь пьяному водителю и принес ему попить. Однако до экспертизы какие-либо жидкости употреблять ему было нельзя. Забрали вы машину сейчас сами? Нет, я выпил немножко лучше. А, понял. А ты ничего кушу и бутыл? Я минералку отдам. Попусть. Мужчина хотел убедить стражей порядка, что в бутылке именно минералка, а не спиртное. Все, вопросов нет. Можете попробовать? Не, 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 ничего. Я еще только открываю. Не, я даже не в том смысле, что я ничего не доверяю. Ну, мы все ее слышали. Ну, 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 да, 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 все нормально, достаточно. Пока одни инспекторы проводили задержанным тест на алкоголь, другие охраняли его автомобиль и скручивали номера. Они были в розыске. На водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Иванова сначала оформили за пьяное вождение. В начале июня состоялся суд по уголовному делу за удар полицейскому. Непосредственно в суде Иванов признал вину, раскаялся, просил рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства. Судом в качестве смягчающих обстоятельств учтено наличие малолетних детей на иждивение Иванова, а также раскаяние и содействие следствию. Отихчающих обстоятельств не установлено. В итоге суд обязал Александра Иванова заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Жесткое столкновение «Шевроле» и «Ларгуса» зафиксировала камера на Октябрьском проспекте. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Преображенской водитель «Ларгуса», судя по сигналу светофора, поехал на красный сигнал. Водитель «Шевроле» ехал на зеленый. Он не ожидал такого маневра и не успел остановиться. На улице Ленина мотоциклист зазевался и не успел затормозить перед «Иномаркой» Рено. Уходя от столкновения, он все же зацепил кроссовер. Скорее всего, ушибы получил и пассажир мотоцикла. На улице Павла Корчагина вилял по дороге, цеплял обочины и выезжал на встречную полосу странный водитель «Лады». Это чудо-езда продолжалось бы еще долго, если бы не поворот. После удара в дерево водитель слегка стих и избавил скорость, но продолжал ехать. По словам автора видео, с виду шофер был пьян, очевидцы в итоге вызвали полицию. Прокатиться на капоте планировала дама на улице Макаренко. Девушка сделала все, что от нее зависит. Она не смотрела по сторонам, вышла прямо под колеса, но план не удался. Водитель вовремя среагировал. На улице Московской автомобилисты едва не сбили странного водителя самоката. Парень в наушниках почему-то поехал на красный сигнал. Два метра. На улице Дериндяева между автором видео и водителем «Субару» произошел конфликт. Владелец регистратора решил предупредить шофера на «Субару» о запрещенном маневре. Очень полюбился дрифтерам перекресток улиц Поповой и Чистопрудненской. Один из них на черном «Мерседесе» развернулся на 360 градусов. В Кирове бабуля решила разжиться чужими цветочками, видимо, для своего сада. Она стояла в ожидании, а потом начала забирать из клумбы цветы. С похищенным дама скрылась. Михаил Вагин. Место происшествия. В Кирове. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или камеру видеорегистратора, отправляйте видео нам на почту mpkirovsobaka-inbox.ru или звоните по телефону редакции 47-33-02. Также проследить за новостями места происшествия можно в группе ВКонтакте, Инстаграме и посмотреть на Ютубе. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова